Продолжение следует... Продолжение следует... Достоинство завода – полная автоматизация. Заканчивается селье, включается робот и по пневмопроводу загружается машина. Оператору только остается складывать. Нет, конечно, люди на предприятии трудятся, и немало. Сегодня это 270 человек. Многие далеко не первый год. Как Игорь Самойлов, который без малого 10 лет работает оператором производства. Моя задача – набить заготовок с ленты. И вот набивается, и смотришь за ней, чтобы они не были ни кривые, ни косые. Сделав короткий перерыв в работе, сотрудники предприятия собрались в одном из цехов, где к ним обратился Валерий Николаевич. Отметив, что в эти дни он встречается с трудовыми коллективами, старается лучше узнать специфику работы предприятия, перспективы и проблемы. Мы должны знать эти предприятия в лицо, как очень наш, в первую очередь, для того, чтобы вместе сообща трудиться на благо и нашей территории, на благо наших жителей, понимая, что есть очень много проблем и процессов, которые только сообща можно сделать. Мы со своей стороны, со стороны администрации, в первую очередь, готовы прийти где-то в каких-то вопросах на помощь, оказать содействие. Валерий Венцель отметил, что главные в достижении успеха – это люди, труженики, которыми гордится муниципалитет, и вручил передовикам производства медали к 90-летию района. Денисову Сергею Алексеевичу. Главными конструкциями. 15 сотрудников акционерного общества «Газдевайс» получили в этот день почетные награды. Среди них и старший оператор Оксана Карпикова, которая сразу после награждения продолжила работу. На производстве она трудится фактически с самого начала, уже более 20 лет. Ну что любите работу? Даже не скажу. Просто люблю? Просто, да, люблю, привыкла. А глава муниципалитета после торжественной части продолжила обход территории, посетив еще одну площадку, где расположено совместное российско-китайское предприятие по производству металлообрабатывающих центров 4-го и 5-го поколений. Также Валерию Николаевичу показали учебный центр, где по договору с колледжем Московия проходят обучение будущие работники предприятия. На базе колледжа в этом году мы начнем обучать ребят новым профессиям, которые позволят бы нам направлять сразу специалистов в те области металлообработки, где на сегодняшний день мы испытываем дефицит. Это операторы станков ЧПУ, наладчики и сборщики. Здесь же на предприятии будущие сотрудники смогут сделать и первые шаги в профессию. Сначала на учебных станках и пультах управления, затем и в цехах. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.